Всем привет, друзья! И вот интереснейшая информация, так сказать, появилась в сети. Израиль готовится увеличить вооруженные силы, причем существенно. По окончанию войны против Хамаса, Сеттера Газа и Хизбалы на юге Ливана, вдумайтесь, они уже, еще не окончил это, а уже фактически считают себя победителями. Но не столь важно, столь важно дальше. Израильское военно-политическое руководство планирует существенно увеличить личный состав и арсенал вооруженных сил Израиля. Если вы победите Хамас и Хизбалу, по сути, зачем вам такие огромнейшие силы? Зачем вам огромная армия, если вы победите своих врагов? Значит, дело не в Хамасе и не в Хизбалле? Значит, израильское правительство и израильская власть видят врагов в том-то другом? На мой взгляд, истинный враг для Израиля – это Иран. Читаем дальше. Последние два десятилетия происходило сокращение, свертывание регулярных подразделений, сокращались резервистские части, вместо списанных устаревших танков на вооружении армии, новые не поступали. Теперь же изучаются следующие долгосрочные меры. внимание, увеличение бюджета на оборону, частично за счет американского финансирования. Вдумайтесь, когда вот вам граждане Израиля говорят, да у нас этого бабла вот так вот, у нас там чуть ли денег туры не тлюют, но финансирование будет за счет американских, так сказать, налогоплательщиков, за счет того, что американцы будут больше работать. Дальше. Увеличение производства танков и создание новых танковых подразделений. Увеличение резервистских частей. Возможно, за счет повышения возраста призыва на резервистскую службу. По сути, будет увеличен возраст. Вы вдумайтесь, какая это армия? Если сейчас говорили, что под ружье 500 тысяч поставлено. Зачем такая огромнейшая армия? Тем более, после победы над Хамазом и Хизбалой. Вы задумайтесь, увеличение регулярной армии, в том числе за счет хотя бы частичной мобилизации ультрарелигиозной молодежи и расширения масштабов интеграции женщин на боевой службе. Но если правительство сейчас говорит, мы победим Хамаз, Хамаза не будет, ГАЗа будет под контролем Израиля. Если ликвидирует Хизбалу, зачем такое вот держать войско, увеличивать возраст, так сказать, заставлять ортодоциальных евреев становиться под ружье? Вот задумайтесь. Я лично считаю, что вот эти все крики граждан Израиля о том, что победа над Хамазом и Хизбалой, это ого-го, какое там дело, чуть ли не победа добра над злом. Только Хизбалла и Хамаз это щупальцы, щупальцы Ирана, по сути. Так можно бороться с щупальцами, пусть даже отрубить их и считать, что осьминог побежден. Вырастут новые щупальцы. Так что Израиль готовится к еще большей, большей войне. Это мое субъективное мнение, проанализировал вот эту статью. И интересно, что даже в этой статье говорится, что не все так безоблачно. Денег будет, так сказать, не хватать, а по сути Израиль становится военной базой и содержанкой Америки, Соединенной Штатов. До новых встреч, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Субтитры сделал DimaTorzok